Здравствуйте, с вами снова канал BestMoto, я Андрей. Сегодня мы поговорим с вами о термобелье, что это такое, для чего это нужно и какие виды термобелья бывают вообще в этом мире. Итак, давайте же подробнее рассмотрим, что это такое. Начнем с женского зимнего теплого термобелья. Эта модель отличается тем, что здесь в передней части термобелья присутствует мембрана виндстоппер. Виндстоппер это мембранка, которая не пропускает ветер, но при этом она дышит. То есть вы не будете себя чувствовать, как будто вы надели на себя пакет. Это очень крутая, очень интересная штука. Так как это экипировка для активного использования, соответственно, виндстоппер представлен в передней части. Сзади, как вы видите, это простое, ну как обычное термобелье. Если мы посмотрим чуть ближе, то мы увидим, что здесь, ну что-то наподобие флиса. То есть этот термобелье зимнее, помимо своей основной задачи влагоотведения, еще и будет утеплять вас. Также вот это у нас брюки, также женские, с той же самой модели. Виндстоппер вот этого ткань черного цвета, она представлена у нас в самых жизненно важных местах, так скажем. Вот этот вариант термобелья, это теплое мужское термобелье без виндстоппера. Здесь тоже вы видите, что что-то наподобие флиса, то есть таким же образом термобелье будет вас утеплять. Небольшой воротник, манжеты. Вот. Напоминаю, что термобелье должно сидеть очень плотно. И летний вариант, так называемый, охлаждающий. Вы видите здесь вставки сетчатые, сама ткань очень тонкая, вот она просвечивается. Вот. Это делается для того, чтобы максимально быстро и максимально много отвести влаги. Ну и, как в случае с виндстоппером, в самых важных местах, здесь таким же образом есть сетка. То есть самая нагруженная часть это спина. И вы можете видеть, что практически вся спина в этой модели вставит из себя сетку. Благодаря такой структуре ткани влага испаряется гораздо быстрее. С вами был канал BestMoto. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас появились какие-то вопросы или возникли какие-то вопросы, задавайте их. Пишите нам личные сообщения, пишите в комментарии, постараемся ответить. Предыдущие наши видео вы можете увидеть вот по вот этим ссылкам. Всего доброго, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok